Опа, чё, кого? Здарова всем, привет всем, хасал, хаслята, с вами Артём Меков, Второй Север, и сегодня, ля, вот это я вообще просто, как это называется, Карлфун, который летает по крышам, я, так, блин, когда интересно вот это всё пофиксит, блядь, странно, 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 ладно, чё, короче, сегодня мы начнём тоже с интересной, с такой серии, у нас появится, кое-какая новая тачечка, я думаю, в превьюшечке я уже, наверное, покажу даже, и, ребята, вы помните, да, то, что мы в прошлых сериях я начал охоту за скинами Майкла, по ним, кстати, тоже будет очень интересная информация, вот, по чём можно будет продать и того подобного, вот, сейчас мы переключаемся с вами на БУ рынка высокого класса, я походил там и попробовал, попробовал людям попредлагать, ну, не знаю, какой-то обмен, потому что хочется всё-таки именно, блин, тачку с форсажа, вот, потому что, во-первых, хасл, хасл нам не пофиксили эту тачку, уже прошло очень много времени с обновления, причём, помните, мы покупали жука с вами, да, который уже после обновления стал купером, мини-купер, вот, и дело в том, что, кстати, эту тачку уже пофиксили, и с хасла уже реально полноценный мини-купер вместо жука, вот, а вот по поводу, вот, к сожалению, Субару по ШП, я не понимаю, почему администрация до сих пор не может этот момент исправить и того подобного, поэтому давайте мы приступаем, перемещаемся в авторыночек, ля, ребята, ну, к сожалению, на БУ авторынке нет ничего интересного, кроме вот этого, кстати, Sky, и я бы хотел бы его бы затестить, очень интересно, как он едет, да, мне, парнишка, спасибо за аренду, вот, на сколько он нам дал, на одну минуту, ну, да ладно, блин, прикиньте, он не едет, он, он вообще не едет с хасла, Sky у нас вообще с хасла не едет, да и вообще моделька кривая какая-то, блин, жесть, башка торчит, как видим, Sky вообще не едет, это, это, это Габелло просто, это, это вообще жесть, блин, мне он, мне он вообще не заходит, не знаю, как вам, напишите в комментарии, ну, вот, я жму газ в пол, и он все, он прям тухнет, он прям вот с горы только, наверное, разгоняется, потому что, это, по-моему, проблема такая же, как и с Е38, не, ну, не, не, ребята, Sky вообще неудачно получился на хасле, прям, вообще не очень, а по поводу лансера, кстати, по поводу лансера, вот, я слышал то, что, блин, вот, на компьютере, да, получается, лансер, все, закончилось, у нас время, на компах он получился вообще неудачно, ну, едет там, наверное, 160, может, максимум 180, а вот я слышал то, что от Хаскова, он, в принципе, даже очень, даже неплохой, ладно. Опа, опа, что у нас это продалось? Помните, я купил аж, короче, 4 скину майку, не знаю, куда их девать, покупал я их примерно по 200 тысяч, вот, и, как мы видим, то есть, ребята начинают чухать и понимают то, что это сейчас скин эксклюзивный, и вот первая покупка у нас получилась за 443 тысячи удалось его продать, что окупает нам сразу же два скина, которые мы уже потратились, вот, поэтому, поэтому, ребята, если кто хочет, если кто хочет скин майку, да, напишите в комментарии, возможно, я его разыграю, а один скин я, в принципе, могу разыграть именно для вас, вот, поэтому, кто хочет розыгрыш, и кто реально хотел бы получить бы этот скин, да, допустим, напишите тогда в комментарии, чтобы я знал. Так, как обычно, ваш ник, номер телефона, и, в принципе, этого достаточно, ну, и обязательно, чтобы был подписан на мой канал. Ля, мужики, ну, блин, вот, знает народ мою слабость, представляете, короче, сейчас, чего пишут в эти, в объявлении, продам номера, номера, получается, ЕКХ, еду, как хочу, да, 0, 0, 0, и с регионом 163 за 250к, блин. Я ему предложил 200к, и в итоге мы сторговались до 210к, и я думаю, все, пора забрать на какую-нибудь мою новенькую машину, если, допустим, это будет Subaru или это будет Lancer. Успешно, успешно мы приобрели, получается, за 111 тысяч номера ЕКХ, 0, 0, 0, 163, мой регион, любимый региончик, вот, и я в любом случае думаю, что я смогу найти применение этих номеров куда-нибудь, вот, поэтому все, я доволен, отличная покупка, еще у нас пауляма даже на руках остается, я даже не знаю, на что уже, даже начинайте тратить, понимаете, эти деньги. Опа, продам Mitsubishi Lancer EV3, и я спрашиваю, а, типа, это с Форсажа, да, Lancer F3? Ну, я так думаю, то, что да. Он пишет, да, предлагаю обмен на Subaru Pasha Pella, посмотрим, что он нам напишет, согласится ли он на обмен. Офигенно, блин, представляете, ребята, а он соглашается, я не знаю, это обман какой-нибудь, не обман, блин. Короче, я очкую тоже, вот, понемногу, вот, но чел, как я понимаю, сам пишет, типа, давай только через Натарку, и, типа, у него тоже нет фракса. Юра, Юра, Монополий, Монополий, Юра Монополий, короче, салам тебе, Юра, вот, посмотрим, блин. Офигенно, ну, че, получается, я не напишу то, что мы сначала поедем, зареспавним тачку, потому что я не знаю, вообще, не знаю, сработает ли Натарка, Нотариус, если не зареспавнить машину, получается, со штрафки. Ну, мы в любом случае, на всякий случай, это сделаем. Йоу-йоу-йоу, а, пока респавнили свою Subaru, все жду в Натарке, у нас, получается, еще и маска, ребята, продавать за сотку вот эту кловну. Я помню, я ее купил за 10к у чувака, когда поехал сдавать всякий мусор со свалки. Вот, за 10к я купил маску, за 90 продал, типа, 80к, мы в плюсе, вообще, четко. Вот сейчас очень долго, понимаете, очень долгое время было затишье вот по этим ларькам. Я ездил каждый-каждый день, у меня снимали, я не знаю, почему народ, почему владельцы вот этих киосков снимают товар, с продажи хотят, суммы стоят дешевле, чем во всем, во всех остальных ларьках, потому что я не ленюсь, и я начинаю, ну, пробегаю все ларьки, смотрю, кто почем продает, и уставляю все это дешевле. И владельцы киосков, объясните мне, пожалуйста, народ, я не понимаю, почему владельцы киосков вот так вот берут, делают и снимают продукцию, типа, со своих товаров, я не понимаю, они типа заработать не хотят, или в чем проблема вообще. Ну да ладно. Так, ребята, пока мы ехали, вот этот владелец вот этой данной кобры тоже, блин, нет, конечно, респектуха за кобру, но, короче, нас подрезал, перевернул, наша кобра, короче, там вдалеке осталась, но ладно, красавчик, он остановился, спросил, типа, моя ли это вина, блин, уважаю, респект, и тоже передаю привет таким игрокам. И он говорит, ну, типа, да, докинь, типа, меня до Азармаза, и еще я ему пишу, типа, блин, помоги, сделка его, устройся, типа, в Нотарку, чтобы нам было подешевле, и вообще сделка состоялась. Вот, а его, по итогу, короче, владельцы этой кобры кикнуло, или что у нас, крашнуло, не знаю, что произошло, но я жду его, блин, может быть, он появится обратно у нас в машине. Ладно. Да, короче, хозяина, во, Дамир, Дамир, салам, спасибо, что довез, если увидишь мое видео, вообще, респектуха тебе за это. В общем, смотрите, блин, короб, кобра, короче, развелась в последнее время, и, кстати, кто хочет кобру, на 02-м я видел, продавал, чел, короче, до 10 лямов ее все-таки можно приобрести. Вот, а мы надеемся, то, что сейчас наша сделка, короче, пройдет успешно. Так, ждем, ждем нашу, нашу малышку, а-а-а, лансера, форсажа, но, блин, легал. Так, ладно, где он у нас тут, что-то, что-то я не вижу вообще, где он там едет, то, блин, сказал то, что подъезжает. Он выезжал к нам на встречу, о, какой-то цвет странный, а почему он у такого цвета? Странно вообще, ну, типа, окей, пофигу, в принципе, какая разница-то, по сути, да? Окей, все, пробуем, короче, через нотарку, без нотариуса обменяться сначала, если не получится, то, не знаю, будем как-то писать то, что нужно нотариусу и того подобного. Короче, ребята, у нас ничего не получается сделать обмен, вот мы нажимаем подтвердить, ошибка, ожидайте, там что-то ожидание, ожидайте ожидание, блин, непонятно. А, тут в описании, короче, сейчас посмотрим получше, что там пишут вообще. При совершении обмена взимается плата 150 на 1750 рублей с каждой из сторон. При передаче 7 снимается дополнительная плата 120 рублей донат очков. Блин, бред, а почему у нас не происходит обмен, вообще не понимаю. Вот, может быть, у него как раз этих денег нету, или у меня, у меня есть, у меня вообще 600к на руках. Либо это должно лежать в банке, может быть. Блин, бред, бредовый, вообще не понимаю. А, что за фигня, всегда, когда я хочу что-то, какую-то сделку сделать, и у нас нифига ничего не получается, абсолютно вообще. Блин, бред бредятый. Вообще, короче, я думаю, может быть, это из-за того, что деньги должны лежать в банке. И тогда, возможно, косяк с моей стороны, но, может быть, и на руках. Вот, либо у него он в банке, допустим, а нету на руках. Короче, какая-то из этих проблем, но мы не стали выяснять. У нас деньги у меня на руках, у него на руках. И мы просто ждем нотариуса. Окей. Ах ты, зараза, блин, прикиньте, короче. Вот этот Арсентий Сомов, Арсентий Сомов взял, короче, Юру ЗДБшу прямо тут на заправке, короче. А потом я в него начал стрелять. И этот Крисионыш, короче, начал делать, ну, типа, скрин, что ли, то, что я начинаю ДМить. Хотя он первый Юрцадзе ДМил. Когда мы ждали. Короче, суть в чем. Он приехал, подъехал к нам. Говорит, дай я у тебя куплю, типа, лансер. Типа, 5 КК даю или что-то в этом того роде, короче. Вот этот Арсентий. Что Юра говорит потом, я уже продал, типа, тачку, да. И потом этот черт начинает ДМить, блядь. Ну, короче, нахер так делать. Я, короче, дегла достаю, просто в него один разок попадаю, и он просто начинает убегать. Все. Вот, вот, адекватный поступок вообще, блядь, игрока, который, я не знаю. Короче, ладно, едем дальше, ребят. Вот, наконец-то Жека подъехал. Нормальный, короче, мы встретились в больничке. И вот сейчас на ваших глазах произошла сделка. Я ни сколько, ни копейки, ни, получается, не доплачивал. Все, мы прям сделали это ноль в ноль. Четко. Типа, я обменял, наконец-таки, блин, спустя очень долго времени, не знаю, часа, наверное, два. Мы сначала ехали в Иткарево. Там, короче, закусились с этим Арсением. Потом тот тип, который был нотариусом, вот этот Роман Самарский, он оказался вообще, я не знаю, каким-то неадекватным тоже, блин, школьный. Говорит, у него машины нету, агрессивный, что-то там начинает орать, там в капсум писать. Я перестал уже читать, просто я подъезжаю, получается, к больнице, вот, там, получается, стоит Юра. И мы второму попавшемуся нотариусу пишем, типа, подъедешь к нам на больничку и сделаем, короче, договор. Ну, типа, нам нужно обменять машины. Тот Базар Зиру говорит вообще по 100к с каждого человека. Мы такие, окей, Базар Зиру тоже, все. Он прилетел за 2 минуты, он говорит, а, типа, Юра спрашивают, а, типа, через сколько он будет? Я говорю, через, ну, он написал 2 минуты, он говорит, блядь, и будет засекать время. И он реально прилетел за 2 минуты на велосипеде, все по-бырому сделал. Блядь, чуваку, респектуха реально, Жека вообще красавчик, вообще респект тебе, вот, прям вот вообще лютый. Вообще молоток напоминает то, что мы Субару Паши Пелло. Это не значит то, что, кстати, это не значит то, что, кстати, вот этот лансер, он отдал мне дешево, да, типа, обмен на Субару Паши Пелло. Субару Паши Пелло, минуточку, во-первых, тоже нельзя купить с этого, какого, с авторынка, с салона, да, вот. Хотя она тоже есть, она выставлена на салоне рынки, но завозов нету. Но я могу предположить то, что, скорее всего, эту тачку, помимо, помимо того, что можно выбить с кейсов, возможно, я слышу, что Коваль вроде как говорил то, что можно выбить с контейнеров, да, вот. И я думаю то, что система примерно будет такая же, как сейчас Ford Transit, да, то есть Ford Transit выбивается с контейнера. И потом, если человек, допустим, его сливает в ГОСТ, то эта тачка появляется вроде как по системе в автосалоне. Но если это не так, то поправьте меня. Все, все, ребята, мы заплатили, получается, счет закинули на счет ЖЭКи. ЖЭК, респектуху, удачи, да, чё. Ребята, давайте затестим, получается, наш уже, наконец-таки, лансер, вот, и можно будет уже на этом заканчивать серию. Ля, зацените, обожаю тачки эксклюзивные, понимаете, это просто, просто шик, блеск, и через какое-то время, спустя, там, я не знаю, месяц и больше, да, Эту тачку уже нельзя будет нигде ни купить, ни выбить и того подобного. То есть, они останутся только у тех людей, кто вот сейчас, вот, минуту их купил. И вот, кстати, всегда путаю, всегда путаю справа с левым рулем. И вот, и для меня это непривычно. И самый сок вообще этих автомобилей, ребята, что у них ГОСК, это ГОСК, тут ГОСК 50. И снять износ вообще стоит копейки. Так, ну все, поехали. Первый тест у нас, получается, наши СУБы. Так, ну, слушайте, а чё, она шпарит вообще прям даже дает боже. Ммм, так, 100, 200, 200 вообще в легкую набирает. Вообще, 200 просто прям вот ни о чем. Вообще легко, прям изи. Слушайте, вообще офигенно. Ай, валит, валит, 230, ну, блядь, 250 вообще без, без, без каких-либо проблем, без напрягов. Идеально вообще, прям сосочная. Сосисичная. Ха-ха-ха-ха, 200, все. Ну, вот это зачет, вот это я понимаю зачет. Опа, вот это вот на туре Форсаж. 260, 270. Вообще легко, без напрягов, иди прям четко. Так, летим, разгоняемся. 190, 200. Вау, ху-ху-ху-ху. Чё, вот это вот, я понимаю, вот это вот, настоящий Форсаж. Вот, вот как надо ездить. Ха-ха. Ребята, ставьте за это лайк, ай, блин. Блин, спасибо за то, что смотрите, поэтому давайте напишите комментарии, те, кто хочет реально получить скин Майкла. Вот, там, я разыграю, это для вас делаю тоже. Давайте, я хочу с вами поделиться радостью по поводу моей покупки лансера. Вот, поэтому никнейм, подписка и номер телефона для связи. Всё, до этого я с вами прощаюсь. Давайте, пока. А! Всё, короче, набатали лансер на стол. Чао. А нет, а сейчас максималку проверим. Так, чуваки тоже, кстати, рядом со мной Форсаж делают 100. 120. Так, ну чё, 150. Есть, набрали. Так, давай 200, 200, 190. 200, есть. Чё, максималка какая у нас? 220. 240. Вот вам, а вы говорили, блин, лансер не ездит. Ха! С Хаспу вообще шпарит только так. 280. 200. 300, всё, 300 предел. Блин, чётко. Едет не хуже М5 с рулетки. Вот, вот это зачёт. Вот это я понимаю. Вот это тачка. А вы говорили, блин, лансер с Форсаж не едет. Ха, зато с Хаспу просто так вообще шпарит на изи. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. С Хаспу просто так и пырку. Субтитры сделал DimaTorzok